Впервые в истории Высшая Лига Чемпионата России по шахматам проходит в столице Чувашии. В жарких баталиях и в полной тишине за путевку в суперфинал делают ходы конем больше ста гроссмейстеров со всей России. Наталья Мальчикова следила за ходом большой игры. Игра проходит в полнейшей тишине. Такие правила диктуют протокол соревнований. Интеллектуальная игра требует особой сосредоточенности. В зале наряду с именитыми спортсменами, начинающие. Честь республики защищает двое. Анна Хмелева и Антон Смирнов. Антон с шахматами на ты. В игру с шести лет его вовлек дед. Шахматы я полюбила, поскольку это интеллектуальная игра. Она развивает различные способности, способствует расчету ходов. Сегодня я надеюсь играть на победу. Главное играть по позиции. Партии длятся значительно дольше в силу контроля, в силу того, что соперники играют сильнее, обдуманнее. Ну, конечно, это посложнее. 50 женщин и мужчин на 4 участника больше. Они будут бороться за звание чемпиона России по шахматам. Количество участников предполагает использование швейцарской системы. Каждый раз после тура игроки разбиваются по очковым группам. И те, которые лидеры, они в конце концов встречаются между собой. А проигравшие между собой такой турнир может стоить 2-3 лет тренировки. Потому что здесь, ну, ты видишь, как играют, видишь эту атмосферу. То есть это всегда с пользой дело. И вообще хорошо, что вот Чуваша приняла такой турнир. Жеребьевку проводят с использованием специальной компьютерной программы. Это быстро прозрачно. Все данные в открытом доступе. Каждый игрок может заранее познакомиться со своим противником. Именно так и сделала Анна Хмелева. Она даже выработала собственную тактику и теперь хочет проверить, насколько она готова. Я смотрела партию соперницы, как она играет, последней. И по ее дебюту готовилась. Я переживаю, потому что я подготовила такой рискованный вариант. И там острая игра получается. И есть шансы на победу, а также можно и проиграть, если сделать один неточный ход. За каждым ее ходом в соседнем зале по монитору внимательно следит отец. К игрокам никого не пускают. Сидим, сейчас смотрим, наблюдаем за ее игрой. Значит, обсуждаем правильные и неправильные ее ходы. Мы смотрим на специальные программы, движок шахматный, который дает оценку позиции, оценку ходам. И, соответственно, опираясь на оценку, мы предполагаем, насколько какие шансы у нее. Оценка пока в пользу Анне показывает. И вся игра впереди. Тут уже от мастерства зависит. Соревнования завершатся 5 июля. За 9 туров жюри предстоит отобрать 5 сильнейших игроков, которые и выйдут в суперфинал. Это предпоследний этап перед чемпионатом России. 12 сильнейших шахматистов будут разыгрывать титул. Четверо уже отобрано с прошлого года. Наталья Мальчикова, Алина Сусметова, Николай Скворцов, Республика.